приветики приветики я таким молодежным словом тебя встречаю привет джека евгений даже мужик евгений хотя мне хочется быть сегодня моложе чем моложе чем я обычно при этом мужские слушай при этом помощь молодо по-мужски прям мужчина а тебе самому какой тип нравится более таких женоподобных мальчиков или все-таки более более больше брутальный вот тут я бы покраснел но мне не хватает наверное притока крови спасибо тебе весна начинается ты понимаешь время свиданий конечно я прямо вот очень рассчитываю на наш сегодняшний вот хорошо вроде бы общались на мероприятие такая тачка у тебя клевая нравится да слушайте вообще работаешь ну есть у меня несколько направлений знаешь только лучший таксопарк только такси хайп ждем именно тебя ватсап и телеграм в описании приходи подключим тебя за три секунды выводить будешь бабки когда захочешь ежедневно ежечасно ежеминутно и у нас очень крутая служба поддержки жду пиши и определенный момент понял что нельзя яйца класть все в одну корзину как говорят умные люди ну и это касается многих вещей и в том числе бизнеса то есть например какое-то одно направление если ты его развиваешь она у тебя идет то нужно обязательно что-то параллельно делать еще потому что есть большая доля риска что что-то может пойти не так и ты просто если занимался каким-то одним делом ну пример там работает человек врачом ну предположим и он косячит его увольняют и у него ничего больше нету поэтому работая врачом не забывай вкладывать денежку ну например в какие-то там акции может небольшие может быть может быть просто зашивать в матрас виде какой-то валюты быстрорастущей не принципиально нужно чтобы что-то что-то делать надо понимаешь что-то делать чтобы выглядеть хорошо и покупать хорошие машины вот я думаю что в тебе такого интересного то а что мы все во мне дома мне расскажешь чем-то занимаюсь я на самом деле мне такая интересная профессия я люблю руками работать у меня я делаю трусы такие классные знаешь что заказывать делаешь трусы я шли трусы ручная работа то есть таких ни у кого нету это лично на заказ дима билан там леопардики всякие волки но в каждой свою зиму понимаешь это так интересно на самом деле ты можешь варить кусочек себя кусочек себя в трусы да да свой кусочек в трусы я а ты лично себя кусочек себя в это производство я да прости пожалуйста просто лишь кусочек можешь вложить я так понимаю дима билан вкладывает свой кусочек твои трусы на самом деле очень прибыльно но лично мне нравится да на самом деле я вот сну творческая личность и ну это прибыль на правда на самом деле такого еще нигде нет ну ты слышал что кое-кто не делал я сижу перевариваю просто нет но это швея просто трусы на обычный завод это прям стартап стартап бизнес ну прям ну то есть бабки приносит конечно вообще огонь я не думал что на трусах можно и тачку еще купить заработать о хорошее дело тебе пойдет очень очень симпатичная машинка и видится что конечно часа не ценники такие стали мы сейчас везде ценники такие раз везде цену это хорошая цель эти могу сказать цель вообще просто замечательная потому что надо ставить вообще я всем даю такую рекомендацию надо ставить всегда гиперцели ну то есть не на пути к этой гиперцели ты достигнешь много тех целей которые если бы ты поставил до который там одну из этих целей всего поставил да вот поэтому я поздравляю тебя ты молодец спасибо когда берешь да вот месяца через два думаю там еще буквально немножечко трусишек то наделать все пойди по красоте ну то есть препятствий нет да нет на самом деле спокойно вообще идет вот а единство знаешь что я просто не хотела сразу сходу так говорить поручите либо мне какого-нибудь мне просто кредит хочу взять а тачку в кредит тачку в кредит хочу взять друзья у меня все достаточно юные друзья да вот а ты в так солидненько выглядишь и тачку у тебя классно и сказал бизнесом то все шаришь разве хочешь чтобы я поручителем стал ну слушай да мы что выбрать хорошо поладили общаемся там я ну мы может поладили ты хорошо ты меня знаешь пять минут а я тебя тоже пять минут и ты хочешь чтобы я стал у тебя поручителем это конечно круто и спасибо тебе за комплименты что я выгляжу как достойный поручитель но ты же понимаешь что это очень ответственная вообще это вообще очень ответственная ответственность я вот так скажу потому что коснись мне ну что конька конечно я думаю до конца не врубаешься ты знаешь что если ты вдруг с тобой что-то случится или ты не сможешь платить за свой кредит а теперь ответь на вопрос кто будет платить за него знаешь нет поручитель то есть я ты в курсе что со мной может случиться да все же хорошо там нет трусы то может быть это стабильная стабильный бизнес но наши отношения то они могут быть нестабильными вот тебе просто представь ситуацию у нас с тобой ничего не выходит я становлюсь твоим поручителем трусы белом перестает покупать и я выплачиваю за тебя кредит крутая история мне кажется нет но для меня по крайней мере чтобы стать твоим поручителем мы с тобой должны быть знакомы сто лет как минимум и помимо всего прочего у нас должны быть с тобой длительные не дружеские а другого плана отношения понимаешь я понимаю что я может быть и выгляжу солидно и достойно но да но я не готов мне кажется в такую такую историю вписаться что послушаю тебя да мне просто интересно сказать так там нечего получается очень рискованный человек я я сказал и скажу так я авантюрный авантюрный сюда можно при наверное пристроить и слова рискованный но мой риск в отличие от того риска который был у меня в 20 лет сейчас очень сильно отличается я сейчас рискую осознанно понимаешь а в 20 лет я рисковал неосознанно что это а неважно запил водой и пофиг да сейчас я так сделать не могу ну и не во первых есть что терять во вторых я уже в свое здоровье так не верю понимаешь и это касается в том числе не всяких необдуманных поступков видео того который ты мне предлагаешь нечего сказать мне кажется что интересно да что тебе кажется да как-то сходимся наверное смысле не сходимся а как ты не используете подожди еще один какая-то рискован ну то сделать делать трусы для кусочков чего-то там то это рискованная тема да или конечно рискованно нет но в плане я готова там что ну что слушай мне кажется на сообщение все таки не заходится почему не заходит и просто ну ты представляешь ты мы с тобой там чуть-чуть знакомы ты начала с того что мне нужен поручитель не хочешь ли ты им выступить а ты даже не знаешь на что человек про что вообще человека писали и или того хуже знаешь во что человека вписываешь поняшу ничего не хочу сказать ну как бы ситуация такая двоякая скажем так и мне тоже скажем так немного жаль что так все развивается этими могу точно сказать может быть мы тогда оставим эту телу этот тетать эту тему про поручительство вот перепьем какого-нибудь кофе и там дальше будет видно может быть как-то ситуация по-другому развернется но в любом случае в любом случае поручителем я твоим не буду вы сразу заранее могу сказать в любом случае глядя тебе в глаза слушай давай там не просто убежать сейчас надо куда свидание пришлось мне вот только телефон звонил недавно буквально то что ты не сделала да я не взяла трубку мне там все срочно нужно идти вот давай спишемся дальше там ну решаем да я тебя поняла услышал да да вот но приятно в общем было пообщаться смотрели удачи тогда в поиске до поручителя да да конечно да а мне в поиске чего тебе в поиске чего нибудь чего не будет жизни хотя бы в жизни спасибо большое давай мы друг друга поняли конечно давай пока 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 но бля ни хера себе сказал я себе а чё гай так сладко подвела бывает же по-другому да это она может время не хотела тратить а бывает же так что ты встречаешься месяц у вас любовь морковь она такая типа бы для такой аху и ссать вот этого уж ненавижу когда бабы мне слушай что я знаю что я не херен и не не настолько насколько мне это говорят месяц про встречались потом она тебе говорит ласково убит такой крутой хочу себе тачку взять буду сама за нее платить просто будет выступе просто поручителем и все чувак уши развесил я например пошел стал поручителем и ровно через 31 день она выкидывает симку на из на мерседесе уезжает куда-нибудь ставрополь в краснодар или в екатеринбург или еще в три миллиона городов нашей необъятной родины и ты остаешься один на один с кредитом приятными или неприятными воспоминаниями про любовь и а огромный лапшой на всех ушах вот это прям будет трешняк и питаем хер ты кому чу уж эту историю рассказывать менты будет будут смеяться банковские служащие это сказать плакать на я думаю что тоже будут смеяться и думать ее душу бога мать что ж ты такой кретин чтобы не быть такими кретинами первое не ведитесь на если вы про себя все знаете не ведитесь на то что вам говорят какой вы охеренный это первый признак того что вас собирают вас собираются подоить пошваркать и так далее и второй момент конечно даже если вы чувствуете что у вас любовь морковь никогда не соглашайтесь во всякие будни вообще очень хороший вариант всегда был брачный договор вот он прямо вот очень хорошая история даже уже на момент свадьбы когда вы расслабили булки и думаете что все шикарно все может быть совсем не шикарно кому нужен поручитель солидный мужчина самом расцвете сил пишите выступлю можете пропасть все оплачу давай пока пиши и девочку на оценку конечно же как всегда от нуля до 10 баллов пишут и так мы вышли на улице с одним единственным вопросом какой таксопарк в россии вы считаете самым лучшим послушаем что отвечали люди такси хайп 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 лучшие ну что ж все говорит само за себя звоните или пишите в вотсап номер который вы увидите в описании все очень просто подключайся в парк такси хайп и будет тебе счастье куча бабла и много-много позитива удачи